Ну вот он ползает, четко его почувствовал как муравей, пополз, но более медленно, четко его определил. Сейчас мы его будем сбрасывать пепел в бедном случае, где он? Вот он вот тут. Ну вот он плещ, держим его. Смотрим, что будет у нас. Пепел с ним упадет, вот он упал, смотрим, что происходит. Пепел его обездвиживает, барахтается в нем, все к нему прилипает. Это вот прошло уже где-то минут, я не знаю, я вот пришел не переодевался и его обнаружил. Чувствую, что тут кто-то там как муравей щекочет ногу и вот обнаружил его. Ну вот видите, он даже подняться не может в зале. Не комфортно ему там, ой, и чуть чашка не упала, а наш подопечный вон он. То есть также в дождь идете, короче, дождь клещей оббивает, и они как бы меньше на вас садятся. Если не охота подцепить клеща с меньшей невероятностью, и ходите вот такие холодные, не пасмурные в дождь. Возьмите, что он не может встать, а не пасмурные вещества. Но, как бы там уже что-то с ним произошло, он даже попал в пепел, просто лапками машет, не знает что делать. Признак лечения остался. А что кровь сосать? Уже что-то и не хочется им. Признак лечения остался, а что кровь сосать? Лечения остался, а может лежать, в горячей, и потеряла зон. Возвращая клещей, г трудно, сокращая клещей, а не достигает сливных, нахлопах, т.д. Компаний, лопат, лопат. Субтитры подвели. Как вы видите, лопат просто витрит. Шевелится и помпания. Признаки появятся не сразу, они появятся на вторую неделю. У вас резко поднимется температура, но потом, когда вы выйдете на улицу, она у вас дойдетесь в больнице, она может у вас быть нормального рассказать, что у вас случилось. Вот может и вот такое, что произойти. Видимо, он вот тут, вот в этом месте, и он практически уже не двигается. Вот он в этом месте. На краешке, по центру пальца. Но он уже не двигается. Я потом только снял, сколько времени было, и целое вот это всё время искал и не знал, что с ним произошло. А он превратился во что. Не только, короче, пепель был холодный от сигарет, но и в этом месте. И он, вот видите, обездвиживался. Вот ножки его. Вот он вообще. Видите, как влияет зола на насекомых. Она просто обездвижила его. Видите, во что превратился? Он как-то стрел. В простом пепле, в холодном. И это удивительно. И это произошло всего, наверное, за минуту три. Вот в такое вот хозяйство, видите, лапки, тельца. Вот так она его переработала зола. Золей сборная кислота, но не знаю какая. Видите, он весь сплавился. Превратился в золу. Убежать он не мог, но видите, ему было плохо. Теперь тут никто не шевелится. Ну вот он. Вот такое действие. Лучше, наверное, всех средств, которые мы знаем. Гардекс, там еще какие-то средства. Он переработал его зола. Ну вот такой опыт. Поехали!